Всем привет, друзья! Я хочу сегодня показать вам все в Бембриджи. Это красивое кафе возле лайфбот спасательной станции. Посмотрите, сколько тут у нас сегодня пионеров. Пионеров, как говорила Фаина Раневская. Пионеры. Вот и здесь тоже. Тинейджеры. Чего они сюда приехали, я не знаю. Что-то такое на природе. Им тут рассказывали долго. Ну, в общем, так просто. Вам иду по ходу рассказываю. Вообще здесь очень красивая территория. Это территория огромного отеля. Сейчас вам покажу немножко. Ну и, друзья, сегодня у нас... Я уже не хочу ошибаться. Сегодня у нас среда, 19 июня 2024 года. Я обычно вам всегда говорю дату, но, к сожалению, однажды ошиблась, потому что я же не пионер. Я уже давно пенсионер. И для меня как-то, знаете, все они эти дни похожи один на другой. Главное, чтобы вы писали ваши комментарии, даже если вы пишете именно о том, что я ошиблась с датой. Ну, ничего. Бывает, бывает на старуху проруха, друзья. Так вот, что я сегодня вам хочу сказать. Для тех, кто беспокоится о том, что я якобы своих постоянных подписчиков забыла, что я перестала показывать те видео, которые показывала вам всегда, и перестала рассказывать о себе, перестала рассказывать о тех красивых местах на нашем острове Уайт. Нет-нет, друзья, все это будет. Я все это обязательно-обязательно буду продолжать. Показываю вам название отеля Bembridge Coast. Температура сегодня у нас плюс 21. Солнечный прекрасный день, как вы видите. Просто неожиданно. Вообще, говорят, что ожидается, что европейская жара придет к нам, то будет до 30 градусов в конце июня. Ну, посмотрим. Я здесь, кстати, еще ни разу не купалась. Так вот, сегодня, чтобы вам не скучно было просто так гулять, я вам расскажу, опять же, историю, надеюсь, что она вам понравится, историю об англичанах снова. Об Англии, конечно же, снова. О привычках этих самых англичан, о которых вы, скорее всего, не знаете. Итак, друзья, около этого красивого маленького фонтанчика с лилиями, с рыбками золотыми, я и начну вам свой небольшой рассказ об англичанах. Я рассказывала уже вам много о привычках и нравах англичан, но, по-моему, я не все еще вам успела рассказать. Вот знаете, все-таки англичане – это немножко другая история. Они даже отличаются от европейцев. Чем они отличаются? Ну вот, я вам сейчас попробую и рассказать. Ну, во-первых, англичане обожают садоводство, что вы можете видеть. Я показывала вам много раз, какие красивые садики здесь, как они ухаживают за своими газонами. Ну, вот это все наглядно просто даже у нас сейчас на экране, да? И потом то, что они чтят свою историю, то, что они сохраняют памятники старины, это большая сейчас в наше время редкость. И они пытаются в школах своим детям рассказывать и преподавать именно историю своей страны. Ну, может быть, это слишком пафосно, я вам говорю. Вот у них постоянно занимаются садоводством. Вот видите, я вам показываю здесь. Здесь женщина выпалывает травку на грядке. Они несколько раз в году пересаживают цветы на своих участках. А все эти цветы, они ведь покупают, покупают рассаду. Ну, может быть, кто-то скажет мне, что это тоже, и у нас так делается. Но у нас не в таких количествах, что просто каждый, буквально каждый имеет прекрасный садик. И все там сам посадил и ухаживает. Вот, кстати, по поводу еды, предпочтений. Англичане в еде очень консервативны. И хотя английская кухня, она вообще нигде в мире и неизвестна. И вы мне вряд ли можете что-то еще назвать, кроме фишн чипс знаменитых и биштексы с кровью, well done, приготовление разное или medium, как тут говорят. Больше, пожалуй, я ничего и не назову. Как говорится, каждый привык к тому, на чем он вырос. И вот эти вот их завтраки, когда они на завтрак едят одно и то же, на завтрак всегда просят, в какой бы отель ни приехали, тост энд мармелад. Мармелад с тостом хлеб поджаривают в тостере с мармеладом со сладким. Мармелад у них специальный, английский мармелад. Не просто так. Они вам не будут любой, какой попало, кушать. Они знают именно лучшие сорта мармелада. Мармелад, который сделан из апельсинов. Приятный, пахучий, хороший мармелад. Но кушать каждый день эти тосты с мармеладом на завтрак, это, конечно, я считаю, что слишком, ну, перебор как-то. И вот мой друг, вы знаете, у меня есть друг англичанин. Мы с ним давно уже общаемся. И часто друг к другу ездим в гости. То он ко мне, то я к нему. Я пыталась было тут ему что-то приготовить по-русски. И даже однажды я пыталась ему приготовить английский завтрак, как я это себе предполагала, что они едят овсянку на завтрак. Помните все эти анекдоты? Овсянка, сэр. Он, знаете, конечно же, поел. Они в этом плане очень вежливые, очень воспитанные. Никто вам не скажет, что ты мне тут приготовила. Я это не ем. Они такого не скажут. Он, конечно, съел. Но на следующий день, когда я спросила, а не хотите ли вы, сэр, овсянку опять на завтрак, он сказал, нет, спасибо, я лучше тост с мармеладом. Однажды я решила его порадовать нашей знаменитой яичницей с помидорами. Я южанка, как вы знаете. И яичница с помидорами на завтрак, это просто супер блюдо. Я и сама обожаю. Ну и я старалась. Приготовила ему яичницу с помидорами. Очень долго он спрашивал, что это, что там, какие ингредиенты. Потом пробовал, конечно же, как обычно сказал, very nice. Но на следующий день он уже сказал, нет, я лучше тост с мармеладом. И я предприняла еще одну, последнюю попытку. Решила приготовить ему блинчики. Блинчики с творогом на утро. Я еще спросила, хочешь ли ты блинчики? Он сказал, ну я, конечно же, попробую, как они у вас здесь готовятся. Я сделала ему даже блинчики. Одни с творогом, одни сделала с мясом и одни сделала сладкие. Ну вот он попробовал, ему очень понравилось. Но, как, опять же, вы можете снять конец этой истории, что на следующее утро он опять попросил свои тосты с мармеладом. Хотя, вы знаете, надо сказать, что, конечно же, может быть, я слишком тут утрирую. И кто-то мне может сказать, а как же English breakfast. Два жареных яйца глазуньи, две сосиски, бекон обжаренный, жареные шампиньоны и бинс, томат из бинс. Это фасоль в томате из банок. Вот этот вот огромный английский завтрак. Целое огромное тарелище. Вот они его тоже очень любят и кушают с удовольствием. Что еще могу я сказать? То, что меня здесь очень удивляло всегда. То, что если вы приходите куда-то в ресторан или в ПАП английский, и вы заказываете там себе, помимо остальной еды, десерт, то вам приносят десерт, но вам не приносят ни чай, ни кофе. Даже если вы и заказали, как я обычно заказывала, десерт и кофе всегда, капучино. Но мне приносили десерт. А для того, чтобы мне дождаться кофе, мне нужно было съесть десерт в сухомятку. Что такое десерт? Чаще всего это какой-то кусочек торта, кусочек пирога, ну или штрудель какой-нибудь из яблок. Очень любят они десерт Павловой балерины. Безе с клубникой и со сливками. Вот это называется десерт Павловой. На удивление англичане любят заказывать десерт Павловой, и они его с удовольствием едят. Так вот, никогда вам не принесут, как я сказала, кофе или чай вместе с десертом. Вот то есть, понимаете, они не едят десерт в прикуску, как мы, запивая каким-то напитком. Нет, это не их история. Они сначала в сухомятку давятся, сидят, едят этот десерт, а потом уже им приносят кофе, и они пьют голый кофе или голый чай. Что ещё могу сказать? Англичане очень заботятся о своём здоровье. Возможно, вы это тоже знаете уже, да? И они никогда не едят вчерашнюю еду. Даже, знаете, те, кто нуждается, вот они вчерашнюю еду, как мы, допустим, варим борщ на три дня, суп какой-нибудь, и его потом два дня едим. Нет, я помню, меня удивил тогда первым мушрентом, когда я сварила борща больше, чем обычно, и мы его съели, конечно, но осталось немножко. Он сказал, я это вылью, и я говорю, как выльешь? Там ещё пол кастрюли, я завтра поем. Он говорит, будешь завтра есть вчерашний суп, борщ? Я говорю, да, а почему нет? Он ещё вкуснее. Нет, 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 там микробы, он сказал, мы это не едим. Вот так вот. Ну и потом со вторым своим знакомым, другом английским, точно такая же была история, когда я как-то приготовила гарнира больше, чем обычно. Очень вкусный был гарнир из корня сельдерея. Кстати, если кто-то интересуется, могу вам рассказать. Корень сельдерея сейчас любимый мой гарнир, особенно к мясу. Почитайте, кто не знает, что именно корень, вот не стебель, а корень сельдерея. Он хотя и выглядит неприглядно, но это такой овощ, в котором столько полезных свойств, особенно для людей старше 50. посмотрите, почитайте. Ну и, конечно же, я его опять сделала много, больше, чем нужно. Мы с ним поели. И вот, когда я оставила немножко в кастрюльке этого корня сельдерея, он очень удивился. А мне было даже неловко, что это я такая, действительно, зная, что они вчерашнюю еду не едят. Я вот оставила, зачем-то непонятно. Сэкономила называется. Что еще могу сказать? Англичане не любят горячую пищу. Достаточно горячую. Вот не такую, чтобы обжигала. Ну вот, допустим, я вообще не люблю чуть теплую еду. Для меня это вообще не еда. А здесь они постоянно приносят в пабах, в ресторанах чуть-чуть теплую еду, даже если это гриль. Чем меня они очень удивляли и расстраивали, пока я, в конце концов, не поняла, что это именно вот так они и едят. Едва-едва теплую еду. Горячую им не надо. Они как собаки. Собаки не едят горячего. Вот и они. Ну и потом они не пьют горячий чай или горячий кофе. И вот как раз здесь, вот этот эффект, если они пьют чай с молоком, то они добавляют молоко холодное в чай. И чай становится чуть теплым, который они с удовольствием и пьют. Тоже я поняла это спустя время. И когда я прошу в ресторанах или особенно в отелях, когда мы куда-то приезжаем и останавливаемся, я всегда прошу, не могли бы вы мне принести горячего молока. Все приносят горячее молоко. И однажды мой друг от меня спросил, а почему ты всегда просишь горячее молоко? Я все удивилась на его вопрос и говорю, ну потому что я люблю горячий кофе. Я пью горячий кофе. Чуть теплый кофе мне не нравится. Он говорит, надо же. А мы наоборот. Вот так. Что еще, если уж я начала про еду, я могу сказать, что салаты, помидоров с огурцами, салаты смешанные, салаты из редиски, как мы тоже любим, со сметанкой. Это вся история овощных салатов. Здесь англичане не знают и никогда не едят. И очень тоже удивляются, когда я готовлю и ставлю посреди стола большую миску с чудесным салатом. Помидоры, огурцы, лучок, чесночок, петрушка, укроп и чудесное душистое подсолнечное масло. Нет, они удивляются очень. Немножко пробуют, говорят спасибо и больше не едят. Ну, то, что англичане в большинстве не моют руки перед едой, это я вам много раз говорила, и я постоянно убеждаюсь, что я права. И они действительно не моют руки перед едой. Чем меня просто поражают то, что англичане никогда не полоскают посуду. От пены не полоскают. И считают, что вполне все нормально. Если этот ферри для мытья посуды жидкость, она уже предназначена для посуды, значит там все нормально. Не надо совершенно заморачиваться тем, чтобы ее полоскать. И прямо, знаете ли, пенную посуду ставят в сушку и вообще не заморачиваются. Вообще, как я не пыталась объяснить, рассказать своему мужу, своему другу, своим знакомым, что это, в общем-то, вредит вашему здоровью, что там так или иначе химия присутствует в этом средстве для мытья посуды. Нет, бесполезно. Они улыбаются и все равно не полоскают посуду. Ну и последнее из еды. Что-то я слишком много стала рассказывать вам именно о еде. Так вот, последний, странный феномен. Я говорю о тех англичанах, которых я знала, которых я знаю, с которым я общаюсь очень близко, к которым я в гости хожу. Ну вот, достаточно много таких англичан. И вот, те англичане, которых я знаю, они никогда не фильтруют воду. Никаких фильтров не используют для фильтрования воды. Знаете, у нас ведь это очень распространенное явление. Многие даже фильтр себе специально устанавливают, второй кран именно для питьевой воды. Нет, здесь такого нет. Я помню однажды, когда я сказала мужу своему, что надо нам купить бы хотя бы для чая фильтровать воду. Он сказал, для чего фильтровать? Она же уже прекрасно отфильтрована, и в ней достаточно много химикатов всяких добавлено, что бактерии все убиты. Я говорю, в том-то и дело, что химикаты добавлены. И то, что бактерии убиты, это еще не значит, что эта вода пригодна для питья, потому что она уже испорчена всякими редкими веществами. Вся таблица Менделеева там. Ну, в общем, тоже история такая довольно интересная. Хотя, как я уже сказала в начале, они все очень беспокоятся о своем здоровье. Вот видите, вчерашнюю пищу они не едят, а воду никогда не фильтруют и руки не моют. Вот вам, пожалуйста, как это все странно уживается именно в англичанах. Погода, конечно, чисто английская. Ну, что я удивляюсь, англичан. Посмотрите, вдруг неожиданно набежали тучи, небо почернело, сейчас хлынет дождь, похоже, надо бежать домой. Такое сегодня у меня видео. Думала, что коротенько получится, но получилось, наверное, даже длиннее, чем я предполагала. Однако же, я надеюсь, вам понравилось это прекрасное место, в котором мы сейчас с вами вместе побывали. Я надеюсь, что у вас все в порядке. Берегите, пожалуйста, себя. До новых встреч. Всем удачи, всем всего хорошего, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok